Спасибо за возможность задать вопрос. Сергей Викторович, в конце прошлого года в интервью агентству РИА Новости Вы говорили о том, что ожидаете в Украине прихода адекватных политиков с соответственным восприятием реальности. Вы могли бы причислить критерии адекватности вот этой реальности? И если можно продолжить вопрос коллеги из РИА Новостей, почему Россия отказывается от возврата российских граждан из Украины в Россию? Ведь Украина предложила Вышинского на Сущенко поменять, это всем вроде бы как известно, но там же список из десятка фамилий. И Украина предлагает обмен, а Вы не соглашаетесь. Спасибо. Ну, насчёт необходимости видеть адекватных политиков, я думаю, что это в любой стране актуально, но в том, что касается сейчас происходящего на Украине, я далеко не единственный, кто хотел бы видеть там адекватную политику. И достаточно, в общем-то, посмотреть и украинские средства массовой информации, почитать некоторые сайты. Критерии адекватности, ну, собственно говоря, уважение своих собственных обязательств и уважение своей собственной конституции, своих собственных законов. Начиная с антиконституционного госпереворота, когда к власти пришли националисты, когда они стали в открытую требовать, как это сделал Ярош, уничтожение русских в Крыму или изгнание их оттуда. Я думаю, что это неадекватно. И нам показалась адекватным позиция президента Порошенко, когда он ещё только баллотировался в президенты, и который сказал, что он будет президентом мира. Но когда он стал руководителем государства украинского, он таких слов больше не произносил. И произносит он всё больше и больше воинственные заявления, обещания освободить оккупированные так называемые территории. И категорически отказывается выполнять то, под чем он сам подписался в минских договорённостях. И последующие решения, которые принимались лидерами нормандского формата, он тоже саботирует, включая разведение сил и средств в станице Луганской, в Петровском, в Золотом. И включая формулу Штайнмайера о взаимосвязи между законом об особом статусе отдельных районов Донбасса и проведением там выборов. Так что я могу долго на эту тему говорить. Фактов у нас больше, чем достаточно. Но если об адекватности, один из критериев – выполняй свою собственную Конституцию и выполняйте обязательства, под которыми ты подписался, присоединяясь к Международным конвенциям. Украинский закон об образовании, украинский проект закона о статусе украинского языка как государственного напрямую нарушают Конституцию Украины. Вы это прекрасно знаете. Нарушают и международные обязательства Украины. И буквально в декабре Верховная Рада отвергла рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, которая в частности потребовала отменить статью 7 закон об образовании. Так что мы можем над этим много говорить. И обязательства – это вещь, которая подтверждает договороспособность людей. Что касается обмена, знаете, год назад, чуть даже больше, чем год назад, в декабре 2017 года была достигнута, как вы знаете, при участии Виктора Медведчука договоренность об обмене. Были согласованы поименно списки обмениваемых людей. Они неоднократно выверялись. И всё было согласовано. Но в день обмена, когда уже, по сути дела, людей привезли на пункт, где им предстояло пересесть в транспортные средства уже в качестве возвращенных на родину, украинская сторона буквально вот в пункте передачи задержанных и арестованных сказала, что 23, по-моему, человека, которые были согласованы украинской стороной и для передачи России, они не будут переданы. Причину я сейчас даже не хочу обсуждать. Было сказано, что они, вот, оказалось, что они не связаны с событиями в Донбассе. Это всё уже, так сказать, разговоры, не относящиеся к делу. А к делу относятся то, что неоднократно выверялись списки, фамилии были согласованы, и Украина в очередной раз очередное своё обещание не выполнила. Сейчас мы по-прежнему поддерживаем процессы, которые должны, в общем-то, завершить или продолжить обмен пленными на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. В контактной группе эти вопросы обсуждаются, но конструктивности мы там особой со стороны представителей украинского правительства не наблюдаем. Что касается лиц, которые задержаны в Российской Федерации, безотносительно событий, которые произошли на Донбассе, у нас есть уполномоченные по правам человека, на Украине тоже есть госпожа Денисова, как я понимаю, она находится сейчас в Российской Федерации. Они ведут на этот счёт диалог. Надеюсь, он тоже будет результативным, и если будут достигнуты договорённости, что они будут выполнены. Продолжение следует...